Привет, ребят! На улице жесть! Чё? Смотрите, как машина занесла! И увидела это, когда в окно подумала, все дела я отменяю. Мы едем в парк! Фоткаться! Офигеть, просто! Там как в бункере! Там нет конца! Там нет гонца! Тупо юмор! Офигеть, посмотрите! Интересно, что будет, если сделать вот так? О, боже! Короче, у нас почти нет бензина и сейчас жидкость умывательного этого стекла и надо как-то успеть все это сделать и поехать в парк пофоткаться, пока не потемнело! Мы еще ничего не ели, потому что у нас есть план успеть! Я сегодня встала в 12.20 Ну, для меня это уже успех! Мы приехали в Измайловский парк и очень холодно! У меня просто руки они выглядят ужасно! Кошмар! Очень холодно, если честно! Что ж, по-моему, камера не фокусируется! То, что мы сейчас быстро фоткаемся и бежим в машину! Фотки смотрите в нашем инстаграме! У меня сегодня, конкретно сейчас, в полвторого ночи настроение сплетничать, обсуждать! Можете смотреть на мой свет, на мои шары! Этот влог очень зантянутый у меня получился, потому что даже оправдываться не буду, просто мне все дико впадлу! У меня дни проходят очень серо, неинтересно, никакой движухи нет, а когда есть движуха, мне лень ее снимать на видео, и особо из движухи ничего клевого не было! То есть я не буду сейчас придумывать, типа, знаете, у меня просто сейчас такой момент... Ну, реально, блин, что-то, ну вот, надо мне съездить скорее на Алтай! Кстати, во влоге-то я это еще не рассказывала! Мы улетаем со Славой на Алтай! Уже буквально на днях 26 января по 2 февраля! И я очень рада, потому что я думаю, что это меня очень вдохновит, насытит какими-то эмоциями! У меня действительно мое любимое теперь слово! Был какой-то перегар! Кто-то там писал в комментах, я в каком-то видео сказала, что, ну, вы знаете, у меня сейчас вот какой-то перегар! Ну, вот что-то перегар какой-то у меня! И люди пишут, типа, выгорание существует, Юля, перегар! Ну, реально, вот перегар, по-другому не скажешь! Сейчас будут жесткие сплетни! Я вообще просто, мне кажется, я меняюсь на глазах! И все из-за того, что я смотрю реакции Юлика, Кузьмы и Хованского, мне нравится то, что они говорят, что думают! Меня это прям вдохновляет! Я тоже такой человек, я тоже говорю, что думаю! Просто очень многие темы я не позволяю себе освещать и комментировать, потому что я думаю, блин, ну я не такая! Что мне вот это вот комментировать? Что мне лезть там? Что мне обсуждать? А вот захотелось! Первая тема, которую я уже час обсуждаю в сторис в инстаграме, это то, что типа, да, вас с Олей Бузовой расстались! Почему эта тема меня вообще как-то зацепила, заинтересовала? Потому что я вообще охренела! У меня прям какой-то культурный шок был! Не то, чтобы меня это касалось как-то сильно, меня это вообще не касается, меня вообще не касаются чужие отношения, но я люблю посплетничать, я люблю пообсуждать! Реально люблю! Врать не буду! А кому не нравится? Не я сплетница, типа, да, мне там подружка рассказала, я пошла, другой рассказала, а мне именно нравится послушать, что мне рассказывают! Ну, единственное, кому я могу все рассказать, я, наверное, Слава с мамой могу рассказать, ты прикинь, что у нее, ты прикинь, ты прикинь! Вот это да! Это я могу, ну, в кругу своих близких, да, то есть все равно какие-то сплетни из избы я не вношу, то есть вы никогда от меня там в видео не услышите какие-то сплетни про каких-то моих друзей, про каких-то там блогеров, наверное, хотя мне очень хочется! То есть сплетни не буду разносить, но то, что люди сами выставляют на интернет, да, показывают, я имею право это обсуждать, да, почему бы нет? Ставьте лайк, если вы все равно согласны! Кто-то напишет о том, что бесит, что горит в коридоре свет, очень часто мне об этом говорят, и опять прыгаю с темы на тему, но сейчас мы устаканимся, сейчас я соберу мысли в голове, просто такой поток, такой поток! Я люблю, когда горит свет, я люблю, когда светло, я ненавижу, когда темно, поэтому я очень долго страдала, пока в этой комнате мы не настроили освещение, не вызвали электрика, нахрен не убрали эту люстру дебильную, которая здесь не горела, не светила уже, поэтому я люблю, когда в квартире светло, я выключаю свет ночью, и в туалете, и в ванной, ну ладно, я везде выключаю свет, только вот те комнаты, где я могу находиться, или те комнаты, которые я вижу отсюда, я хочу, чтобы там горел свет, потому что если я сейчас повернусь и вижу, что там темно, мне покажется, что там убийца какой-то стоит и хочет меня зарезать, тем более, что я дома одна, мой благоверный опять меня покинул, посплетничаем про моего парня, может быть, если вам интересно, бесит меня то, что Слава каждый выходной уезжает, бесит или нет, скажу да, 50 на 50, меня это немножко бесит, я в сторис, в инстаграме, подпишитесь на меня, очень часто там все рассказываю, интересненько, чтобы не было вопросов, кто за мной следит, кому интересно, дружить со мной таким образом, я там отвечала на вопрос, типа, почему Слава часто так уезжает на дачу, сейчас на дачу у них идет ремонт, И Слава туда приезжает, потому что они там всякими делами занимаются, туда-сюда, настраивают, налаживают, чинят. И поэтому он туда ездит каждый выходной. Каждый выходной он туда ездит, потому что это единственное время, когда он, в принципе, может поехать вот так вот на дачу, потому что на неделе он работает, на неделе ему неудобно. Ну, это понятно. И следующий вопрос, почему же с ним не езжу я? Ну, вот, например, сегодня, да, куда я сейчас поеду на дачу, Слава должна вернуться в воскресенье, а в понедельник мы улетаем. Ну, грубо говоря, мы улетаем во вторник, но выехать из дома мы должны в понедельник, потому что у нас самолет что-то типа в 0.30, там что-то такое. Куда я сейчас поеду, да, мне нужно снимать видосы, монтировать видосы, собирать чемодан, просто рвать на своей башке волосы, что же я возьму, что мне надо, что не надо. Ну, как обычно, бывает перед поездкой, поэтому я на это тоже отвечала, когда есть варик, когда нам вместе удобно поехать на дачу, мы едем. Так выходит постоянно, что когда едет на дачу Слава, мне вообще никак неудобно поехать вместе с ним на дачу. И так происходит постоянно. Тем более, ну, с другой стороны, вот, да, сейчас даже, что я туда поеду, они там занимаются делами, я, мне кажется, только мешать буду. Просто хотелось тоже на это ответить, потому что, с одной стороны, ничего такого нет, потому что каждые выходные у нас такой, ну, блин, отдых друг от друга странно назвать. Просто рассказываю, потому что в свете недавних событий я про Олю Бузову и Даву, это просто шок, это просто шок. А знаете, почему шок? Потому что так всегда, мои хорошие, вот я вам всегда говорила, и говорю еще раз. Вот вы посмотрели мой влог с дня рождения, кто-то написал, сейчас вообще у вас нифига на все отвечаю, мы так долго ждали. Вы посмотрели, там типа Слава сидит с недовольным лицом, вот тебе говорят то, что он прям сидит такой, думает, блин, ненавижу тебя, вот прям с таким лицом. Я когда смотрела этот влог, и вообще я не видела Славу с недовольным лицом, он не сидел с недовольным лицом. Мы офигенно отметили днюху, мы ржали, угорали, обнимались, целовались, мы танцевали. Ну я не знаю, это вот к чему я вообще все это веду, что вам кажется, что он там недовольный какой-то, злой, а за кадром у нас вообще движуха, кайф, любовь, шампанское, бутеры, все круто. В другой момент, я смотрю на Олю Бузову и Даву, даже недавно во влоге с Кариной обсуждали, что он ей там подарил браслет вот этот дорогой, там не за 30 или сколько там миллионов, а типа за 3 или что-то такое. Ну не суть, да херя же, да, все равно. И вот типа так все красиво, мечта каждой девочки, все у них так классно, Мальдивы, подарки, клево, видос совместный. Ну прям вот кайф, ну вот прям радуешься искренне, даже вот не зависть, а именно радость искренняя за людей. В итоге расстались. Оказывается, что он ее бил, оскорблял, плевал там, ну я не знаю. Я просто, мне очень жалко, мне очень грустно. Кто-то мне там написал, типа, что ты жалеешь, ну типа он вообще не ее мужик. А кто вообще-то вправе судить, кто чей мужчина? Меня это так бесит, потому что люди любят написать, типа, это не твой мужик, это не твой мужчина, тебе нужен другой. Откуда вы знаете, что ей надо? То есть очень часто внешность обманчива. Разные бывают моменты, да, никто не идеален, но это же не так, что типа, я знаю, что тебе надо. Тебе нужен другой мужик. А еще, чтобы я с этим мужиком была. Ну типа, что за фигня? Короче, я не приветствую вот такие вещи, комментарии. Это очень неправильная тема, в том плане, что вот один человек написал, что-то он недовольный, Слава. Что-то он недовольный, все такие, да, он реально недовольный. Хотя я сижу, вижу, что он там улыбается. Может быть, где-то он и не улыбался, простите. А он что, обязан постоянно улыбаться, вот так вот сидеть? Вообще офигенно. Там еще был комментарий, что когда все встали, типа, ну, тост, он не встал. А кто встал? Из тех, кто там встал, я видела только мои родители, получается, да? И Каринин папа встал. Ну вот, как я помню по кадру. Можно, конечно, пересмотреть, но мне лень. Ну просто как я помню. То есть не показывали тете Инну, Карена. Карина, наверное, встала, может, чтобы снять. Да, бабушка наверняка сидела. Я этого уже не помню. Ну просто типа и Слава тоже сидел. Почему он должен встать? Мне казалось, что, ну, как бы обычно встают те люди, которые говорят тост. И, ну, как бы те, кому говорят тост. Короче, это на самом деле так тупо даже это обсуждать. Я понимаю, что... Ох, кстати, Слава написала. Я понимаю, что у всех разные понятия, да, кто чего как должен, чего как не должен. У всех разное воспитание. Кто-то считает, что нужно всегда вставать, когда говорят тост. Не важно тебе, там, не тебе вообще, про тебя, не про тебя, от души, не от души. Короче, ну, блин, это глупо обсуждать на самом деле даже. Я эту тему поняла не для того, чтобы напомнить еще раз о том, что какая-то такая ситуация была. Она меня никак не обидела, никак не задела, не оскорбила, поэтому я ее даже не комментировала. Но я просто, ну, решила поднять эту тему для того, чтобы подвести к сегодняшней теме. То, что Дава и Оля расстались. И вот о чем я и говорю, что вы смотрите и думаете, вау, как красиво, вау, как классно. А на деле оказывается, что он там ее бил. Хотя мне в это не верится. Я в сторис рассказала, что, во-первых, я не фанатка ни Оли, ни Давы. Я на них подписана просто потому, что я много на кого подписана. Есть даже люди, на которых я подписана, но я их не очень-то люблю. Не очень-то люблю, как людей. Но контент я могу смотреть, потому что, ну, в этом и заключается моя, в принципе, работа. Смотреть, кто что делает, вычленять, анализировать. Вот я не знаю, блин, мне кажется, этот цвет такой убогий на фоне. Ну, ладно, да. Простите мне эту неряшливость. Я сказала в сторис, что я не берусь судить, как выглядит человек, у которого в доме, да, в семье насилие. Как он выглядит, как не выглядит. Я не сужу. Не хочу говорить, да, но просто, на мой взгляд, не выглядит все так. Потому что я просто пытаюсь представить, поставить себя на место, хотя я не хочу себя ставить на такое место, на котором меня там может любимый бить. Это вообще очень такие сложные темы, да. Никому такого не желаю. И очень, ну, как бы тяжело осознавать, что есть люди, у которых в семье так. И это очень печально, но просто вот если представить, я не могу представить, что меня мой парень бьет. Я выставляю периодически с ним какие-то фотки клевые, как мы целуемся, романтик, цветочки, совместные видосики, танцы, любовь, поцелуи. Вы хоть раз видели, чтобы я снимала сторис, как мы со Славой целуемся? Хоть раз. Не было ни разу. Мы только вот, наверное, спустя три года, мне кажется, отношений начали во влоге. И то ни разу вот таких... Такого нет, ни разу не было. Максимум это просто, типа... Вот, это максимум, что мы выставляли. И у нас все норм. Хотя у нас бывают разборки питерские, бывают какие-то моменты тоже, что мы такие, типа, ой, блин, что-то непонятно. Это нормально, у всех такое бывает, особенно если четыре года в их месте. Очень творческие люди. Если тебя чувак бьет, зачем ты с ним выставляешь любовь? Кто-то мне написал, что, типа, жертвы там насилия, еще что-то, они, ну, понятно, не могут выйти из этих отношений, еще какая-то. Я в этом не разбираюсь. Опять же таки, не хочу судить, говорить со своей колокольни, что там как. Мое мнение непрофессиональное, просто такое вот, даже не любительское. Но, короче, не знаю, кто-то мне написал, что наверняка она сгоряча просто так написала, сказала, что он там бил. Ну, и, в принципе, да, вот для меня никогда не выглядел, как какой-то серьезный мужчина. И, учитывая всякие тоже хайповые моменты, тоже, в принципе, можно ожидать, что хочешь. От такого чувака лично не знакомо. Как я и сказала в сторис, по-женски мне очень-очень, ну, просто вот реально настолько жалко, грустно за Олю, просто, что меня эта история сегодня поразила. Я потратила кучу времени на сторис, потому что я не могла остановиться, у меня просто шок. И сейчас еще влог записываю. Хоть с ней и там не подружки какие-то, мы с ней один раз только виделись на открытии ее ресторана, я с ней сфоткалась, я ей сказала, какая она клевая, как я ее уважаю, какая она крутая, все. И это так и есть, она клевая, я ее уважаю, она молодец. И вот клянусь, она мне не знакомый человек вообще, но я ей желаю просто всего самого наилучшего. Я ей желаю просто женского счастья уже давно. Вот прям все есть у человека, и только этого нету. И мне очень искренне хочется, чтобы у нее это было. Казалось бы, да, вообще, какого черта меня это не касается? Но просто вот есть люди, которые тебе нравятся, и ты просто хочешь, чтобы у них все было хорошо. Это вот один из таких случаев, когда реально я искренне просто желаю ей встретить достойного мужчину, который подарит ей семью, да, и у них будут дети, и вообще кайф. Ну, короче, грустно. На самом деле это очень обидно. Я понимаю, что многие там артисты, да, вспомнили Джигана с Оксаной Самойловой. Да, изменяют, вообще, что только не делают. Но если логически подумать, насколько же это тупо? Насколько это тупо? Насколько тупо изменять? Я понимаю, да? Изменяют. Это мне понятно, что изменять, это понятно, кому-то хочется, кому-то нравится. Но насколько это тупо, когда ты известный человек, и шанс того, что это просочится, ну просто 100%, ну 99% что об этом узнают. Не знаю, я свечку не держала, у меня нет доказательств, что Дава изменял Оле, и мне кажется, что это было бы очень тупо. Потому что, как я и сказала, что в моей рубрике «Тема» у нас поднималась эта тема о том, что уж если ты хочешь, например, смотреть видео для взрослых, то ты делал это так, чтобы об этом, ну, не знала твоя девушка, ну, как бы, чтобы она не расстраивалась, потому что кого-то это расстраивает, кому-то грустно. Об этом уже говорили, что это как с видосами для взрослых. Ты, если это делаешь, ты должен сделать это так, чтобы об этом никто не знал. Точно так же с изменой. Если уж ты задумал такое сделать, то ты должен быть уверен на 100%, что об этом никто не узнает. А кто тебе даст такую гарантию? Одно дело посмотреть порно, но кто об этом узнает, кроме тебя и твоего телефона, например, или компьютера? Ну, кому как удобно, я не знаю. Измена? Это уже... это уже легко узнать. Тут кто-то сказал, там кто-то увидел. Переписочки. Я не знаю, не знаю, но мне пипец как интересно наблюдать за... за этими сплетнями. Наверное, я гнилой человек. Ничего не могу с собой поделать, ничего. Я люблю сплетни. Люблю сплетни, люблю их комментировать. Очень редко комментирую это на все вообще обозрение, потому что думаю, блин, ну это некрасиво. Ну, нравится, не могу. Так, у меня столько уведомлений в Инстаграм. Миллиард вопросов. Я прям, типа, вообще не знаю, расследование какое-то начать. Мне это не касается, по сути. Мы просто миллиард сторис. И так клёво, что люди на них отвечают. Я прям читаю, мне так нравится. Они даже записывают экран, заставляют к себе в сторис, типа, угорают. Ну да, угар. Обожаю в 2 часа ночи поорать. Одна дома. В общем, да, интересно посмотреть, что будет дальше. Пишите тоже, что вы думаете. Ещё там мама его комментировала, что, типа, она девушка лёгкого поведения, алкоголичка. Странно. Также были комментарии о том, что это, типа, хайп. Почему я в это не верю, так сказать. Нет, это может быть. Но просто я на стороне такая, типа, чего? Ну, это же дичь. Как можно на этом хайпить? Это же ужас. Они 100% расстались. 100%! И просто завтра, типа, они снова вместе. Это была шутка. Ну, ладно. Я не знаю. Но мне кажется, они 100% расстались. Потому что одно дело, когда вы просто, типа, говорите о том, что вы расстались. Это уже хайп. В любом случае, это уже хайп. Это уже шок. Одно дело, когда вы просто говорите, что вы расстались. А другое дело, когда такие громкие заявления, что он бил, оскорблял, там, плевал. Ещё чё только не делал. Меня эта тема зацепила, потому что я в выпуске своей рубрики темы снимаю. Вот почему я эту историю-то взяла. Я поняла теперь. Почему она меня так прям... Что? Просто. Просто буду орать, как сволочь. И если они такие, типа, мы снау сошлись, всё нормально. Мы поняли, что мы просто погорячились. Это же дичь. Это просто будет ноль доверия. Ноль... Ну и так, как бы, я не могу сказать, что я только сижу, доверяю. Всё, я верю во всё. Ну, вы знаете меня. Я люблю так поделать. Конечно, ой, да, я это верю. Карты Таро, чё, да, да, да. Чё будет, чё будет записывать. У меня даже есть в календаре записано. Карты Таро сказали, что в этот день будет чё-то интересное. Это я. Но я в это не верю. Вот так вот, что, типа, так, сегодня это число. Я пропустила уже эту дату, когда там что-то интересное должно быть. Нет, но иногда происходит что-то интересное. Я думаю, типа, ничего себе. Может, отпадение, может, нет. Просто когда такие громкие заявления, ты уже потом не воротишь назад. Это уже ты не отыграешь. Это уже не будет, ну, нормально выглядеть. Это будет выглядеть просто как дебилизм. Просто если бы они сказали, что, типа, вот мы расстались, все бы охренели, ну, думаю, так же бы охренели, может, чуть-чуть поменьше был бы оборот, но в целом все бы, ну, в таком же шоке, я думаю, пребывали. А потом они такие могли бы сказать то, что мы помирились, извините, что волновались за нас, извините, мы там поторопились, мы поняли, что друг без друга жить не можем. И все такие, фу, хорошо, ну, какая-то половина людей, вот, вы достали, сначала разберитесь себе, чтобы нам мозги не компенсировать, а так сейчас, ну, не воротишь, поэтому я и говорю, что мне кажется, они расстались, ну, 100% по-настоящему. Я просто не люблю, когда я вот так вот это обсуждаю, типа, я как будто бы я не имею права обсуждать там блогеров знаменитостей, потому что я тоже, типа, блогер знаменитости. Ну и, короче, вот у меня всегда такой блог, потому что я так думаю, блин, воспитание мне не позволяет, я не буду их обсуждать, что угодно буду обсуждать, кого угодно, но не коллег, типа. Какие коллеги, какие коллеги, никакие. Я что, с вами дружу, нет. И, понятное дело, еще то, что, типа, мама, да, вы тоже там что-то пишет, ну, это вообще, это очень странно. Прямо очень странно, не знаю. На самом деле, я еще столько всего могла прокомментировать, но столько всего не прокомментировала, столько жести, которой я могла отреагировать, но я всегда ее пропускаю, потому что думаю, ну, я не буду опускаться до этого уровня. Я не буду в своих видео обсуждать вот эту дичь. Посмотрим, как вы отреагируете на этот влог, и вообще интересно вам, когда я комментирую что-то такое, но просто я сужу по себе, мне нравится смотреть реакции людей. Это же тоже реакция, просто я делаю реакцию не на беременную 16. Так что обязательно напишите в комментариях, как вам такой вид блогов, и вообще нравится вам такое, когда я что-то такое обсуждаю, не нравится, судя по тому, что пишут мне в директ, людям очень нравится посмотреть, что я говорю, реакции какие-то послушать. И, ну, мне тоже интересно об этом поговорить. Ну, не знаю, просто если вы мне даете добро, то я буду побольше рассказывать всяких мыслей насчет всех разных. И вот еще, например, сейчас у меня открыта страничка канала Милены Чижовой, ее новый влог. Мы никогда не были друзьями, но и не ругались мы как бы. Я вообще, в принципе, не конфликтный человек. Кто вспомнит, может, кто подписан на ВПШ, я думаю, таких очень много людей. И у Игоря там с Миленой тоже были всякие конфликты. Он ей очень долго пытался внушить, что типа возьмись за голову, начни что-то делать и так далее и тому подобное. Я рассказываю. В общем, после той истории с тем, что ее парня куда-то посадили, это на самом деле жуть. Просто жуть. Кто не в курсе, коротко расскажу, что, короче, ее парня типа посадили за всякие там мутки. Я об этой истории узнала прям, ну, заранее. До того, как она об этом рассказала, Милена. А я, ну, как бы стараюсь много за кем следить. Просто я вам не рассказываю, за кем я сегодня следила. Такой вообще детектив. Было бы вам интереснее, если бы я вела телеграм-канал и вот так бы много там всего рассказывала, тоже комментировала, какую-то дичь, какие-то скрины прикрепляла, типа, охренеть, вы посмотрите. Не знаю. И это тоже занимает какое-то время, понятное дело. Это тоже труд. Но это интересно. Я просто люблю общаться, как вы могли заметить. Я уже столько лет на ютюбе. Это очень грустно тоже. У меня сегодня прям такие грустные размышления, мысли. Я почему не стала ничего писать Милене, потому что я думаю, что Игорь Синяк, в принципе, ее уже очень много раз об этом писал. Я листала инстаграм, сториз. Листала, я на нее тоже подписана. И, ну, какие-то там, типа, пролистываю, что-то пролистываю. И тут, короче, натыкаюсь на сториз, где она плачет. И говорит о том, что ее мама там хочет ее выселить из квартиры. Она сейчас приехала в квартиру, где жила ее мама. Там у них коммуналка, еще что-то. И, типа, она ее хочет выселить, потому что Милена в своем влоге обосрала эту хату. И, понятное дело, что все сработало, в принципе, так, как и надо. Мне стало интересно. Я зашла и посмотрела. Я не говорю, что она специально плакала в сториз, да. Просто я, наверное, не стала бы такое выставлять, да. Вот у меня, что думаете, никогда не бывало так, что мама на меня наорала? Бывала. Из квартиры не выселяла. Ну и, короче, она плачет. Я просто такой, ну, я бы не выставила. Мне было бы стрёмно как-то выставлять, что, типа, моя мама хочет выгнать меня из хаты. Я понимаю, что у нее там сложные ситуации в жизни. Ну, ладно, она сделала так, как она сделала. Я смотрю этот влог, и она показывает о том, как, типа, плохо она живет, и все такое. И я просто к чему это веду? Я думаю, типа, почему я так думаю? Потому что у человека, в принципе, ну, я не говорю, что там что-то больше, не больше, лучше, не лучше, да. Опять мы не будем говорить про какие-то материальные вещи, но то, что она могла бы зарабатывать так же, как и я, так же, как и Карина, например, это 100%. Ситуации в жизни разные бывают, но у меня тоже были моменты в моей жизни, когда от меня много кто отвернулся, когда у меня было плохо с работой. Просто я своей головой понимаю, что такой шанс, который мне дала судьба, просто подписчики, то, что у меня есть зрители, то, что я когда-то, в какой-то момент заинтересовала людей, это, ну, не каждому так в жизни может повезти. Я ценю то, что я имею, я ценю то, что я смогла приобрести за это время. И моя самая главная задача не просрать все это, а только, ну, расширяться, скажем так. Так, мне, мне очень грустно. Это типа как Рома Желусь. Очень многие люди, когда добиваются какого-то успеха, когда про них все говорят, просто если посмотреть на канал Милены Чужовой, у нее там столько и треков, и клипов, и просмотров, больше, чем на моих каких-то музыкальных делах. Сейчас даже скажу. Вот у нее трек там, М, это Милена, ну, это же вообще, это просто хит. 11 миллионов просмотров. Зая тоже. Я прям слушала, я добавляла к себе. Мне нравилась такая Зая, Зая, Зая. Мне нравилось. И я просто в шоке. И вот я смотрю этот видос, да, ну, включила, где она рассказывает, как все плохо, как все, ну, нехорошо. Тут какой-то комментарий был, типа, ты че, хватит ныть, что у тебя нет денег. Ты же делаешь себе там волосы, ногти, там, какие-то прически, еду тебе кучу присылают. Ну, блин, этот человек не знает, что ли, про блогеров? Всегда все можно вернуть. Всегда можно вернуться. Ну, блин, для этого нужна сила воли, для этого нужно, нужно стараться. Я это на своем опыте очень классно прочувствовала. У меня тоже были проблемные времена, очень проблемные были времена. Мне было очень тяжело, очень грустно. Ну, я не буду рассказывать всякие детали. Это связано тоже с моим делом. Мне было очень грустно. Я не понимала, почему так, почему я же все вроде делаю правильно, но почему как бы, ну, нет никакого отклика, почему вот так. На протяжении долгого времени задавала себе этот вопрос. Да, у меня не такая безвыходная ситуация. У меня есть квартира, есть машины, все как бы классно. У меня родители не выселяют. То есть, все равно поддержка от близких есть. Поэтому мне в любом случае жалко Милену, что вот такое отношение от мамы, что за дичь. Что, типа, она засрала эту квартиру, потому что реально там есть что засрать. Хотя вот я так смотрю, если просто разобраться, выкинуть хлам, можно как бы и получше, ну, условия создать. Но это, опять же таки, я со своей колокольни не хочу никого судить. Я бы много чего сказала. Просто я держу себя в руках. Мне тоже было тяжело, мне тоже было грустно. Но я не плакала, я не тратила время на сопли. Я тратила время на то, чтобы реабилитироваться как-то, встать на ноги, старалась придумать что-то классное, сделать что-то классное. И в итоге все получилось. И получилось так классно, как даже у меня классно и не было, как вот мне кажется. Я не говорю сейчас про какую-то популярность и просмотр. Я вообще, в принципе, про состояние души, про общение с аудиторией, про доверие. Ну, я не знаю, много чего могу сказать. Я просто для себя поняла, что всегда можно все вернуть. Просто нужно следить, во-первых, за тем, что ты говоришь. Я думаю, что все равно есть какие-то ситуации, в которых, ну, как бы сложно сказать, что всегда все можно вернуть. Но в целом можно. В целом можно. Много через что я прошла. Наверное, поэтому меня так сложно довести. Просто когда я вот вижу такие вот истории, типа как с Ромой Желудем, да, про которого говорили все, это просто, это был взрыв мозга. Каждая девчонка мечтала с ним познакомиться. Я мечтала с ним познакомиться. Потом мы познакомились. Потом, правда, мы перестали общаться. Я понимаю, что я тоже не идеальная. Я тоже, бывает, творю какую-то фигню. Что-то могу сказать. Кто-то со мной не... Хотя я не помню такого. Уже давно. Но я не помню, чтобы я что-то сказала. И такие, типа, охренеть. Не знаю, может быть, в этом видео что-то сказала, о чем потом буду жалеть. Не знаю. Ну, короче, следить за языком, делать интересный контент, уважать людей, которые на тебя подписаны, которые тебя смотрят, и уважать в первую очередь их, и стараться для них. Три, короче, квартиры поменяла, то там по подружкам, то еще что-то, там, любимый у него где-то сидит. У меня всегда такая позиция. Одной любовью сыт не будешь. Это не то, что типа подавай мне деньги, еще что-то. Нет. Просто, как я всегда говорю, да, что любить может, ну, по сути сказать, я тебя люблю, может каждый. Я тебя люблю, жить без тебя не могу. Но совершать какие-то мужские поступки не каждый. Поэтому я всегда и говорю. Одной любовью сыт не будешь. Но думать надо о себе. Я люблю об этом забывать. Потом в какой-то момент такой, так, я этого не хочу, не буду. И все. Скажу так, с возрастом я становлюсь все большей сучкой. Не в плохом смысле, а в хорошем для себя. Может, в плохом для кого-то, но в очень хорошем для себя. А меня ноги не вытришь. Херней меня какой-то не заинтересуешь. Подсадить меня на что-то невозможно. Я желаю Милене, чтобы у нее все было хорошо. Мне грустно от того, что человек в такой ситуации. Я считаю, что можно было бы вообще до такого и не... Ну, жестко звучит. Ну, не скатываться. Да, можно было бы и не скатываться до такой ситуации, когда ты на весь интернет плачешь, что твоя мать родная тебя выгоняет из хата, говорит, что ты свалила, потому что ты на весь интернет засрала квартиру, в которой ты живешь. Ну, как бы... Ну, а что? Я могу быть не права, вы можете со мной быть не согласны. Может, я вообще себя веду как дрянь, но это реально мое мнение. Мне грустно осознавать, что этот человек мог добиться вообще, вообще многого, но, возможно, из-за плохого окружения, из-за там чего-то там он не смог. Я понимаю, что очень часто родители, парни, друзья, все это влияет на нас. Все. Поэтому, ну, как бы, как обычно говорить, вот с кем ты общаешься, скажи мне, кто твой друг, я скажу там, кто ты. Понятное дело, если ты общаешься с какими-то там не очень людьми, которые творят всякую фигню, да, ни к чему не стремятся, что-то употребляют, то, ну, грубо говоря, если тебе интересно с этими людьми, то это как бы многое говорит о тебе, как о человеке, как о том, что тебе вообще, в принципе, по жизни интересно. Понятно? Все. Я устала говорить. Я не знаю, сколько мне там, сколько я записала, дохрена. Зачем я столько говорю? Все, ладно, ребята. Милене, желаю удачи. Просто не отчаивайся, бери себя в руки, начинай делать что-то классное, контент придумай, я не знаю, начни что-то интересное снимать. Раньше же было что-то прикольное, раньше же что-то было. Надеюсь, что я никого сильно не обидела. А если кто-то и обиделся, то обижается тот, кто хочет обидеться. Пусть это будет не обида, а может быть какой-то пинок под зад. Потому что я не люблю, когда люди ноют. Я не люблю испытывать жалость. Это звучит жестко, но справедливо. Я могу выступать как мать, ну, добрая мать, которая заботится о своем ребенке. Возьмись за голову. И всем, кто меня смотрит, тоже. Хорошей херней страдать. Я, конечно, тоже люблю страдать всякой фигней. Ферму сейчас играю, лежу, да. Просто не страдайте херней. Потому что жизнь очень, блин, быстрая, очень быстро все идет. Вот недавно все офигевали с того, что мы со Славой уже 4 года вместе. Да, я тоже в шоке. Мне кажется, мы только вчера познакомились, а уже вон как время летит. Поэтому меня это пугает, как вас это не пугает, как вам не стрёмно. Мне хочется как можно больше успеть. Да, мой мозг вообще не останавливается. Я даже не могу закончить это видео. Все, пока. Все, реально. Всем спасибо. Всем пока. Оставляйте комментарии.